Вестгейт Вестгейт Ричард Хайнс Грэхэм Эрмитэш Сандра Дункан Бобби Хинни И другие Ричард Хайнс Музыка Грэхэм 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 Субтитры создавал DimaTorzok Двадцать вторая серия Мистер МакКейн находится в зале у мисси Сэшли Что вы сказали? Там проводится совещание Мистер МакКейн Я думаю, это только вопрос времени Я моей жене Она хочет развода Доброе утро Доброе утро Давайте сразу же приступим к делу Вы не против? Наконец-то Мы собирались дать название трактору Биг Год Так собирались назвать Мы перебрали сотню разных названий Но решили остановиться на Эртерпрайз Извините, звонят из Лондона Скажите, пусть позвонят позже В какое время? Через год Что ж, мне это не слишком нравится А каково ваше мнение? Вы знаете, может быть, Элизабет Да, да, я согласен Что? Его, кажется, назвали Энтерпрайз Это вполне хорошее название Откуда взялось этот Энтерпрайз? Не знаю Йоман А что если Йоман? Можно остановиться на этом? Я согласен Теклер Теклер Вы являетесь дизайнером Что вы об этом думаете? Мне нравится Мне нравится Теклер Вы знаете, Теклер вполне подходит Так вы принимаете решение За что вам платят деньги? Вы совсем соглашаетесь? Вам не кажется, что любое название подходит? Иногда нет С некоторого времени мне пришла в голову мысль Почтить память моей жены Иногда люди достойны этого Что если назвать его Эмили? Что скажете? Как вам Эмили? Вы знаете, это просто глу... Очень хорошо Да, конечно Мне нравится Эмили Вот и хорошо, джентльмены Благодарю вас Эмили Эмили Насколько я помню, последняя реклама Выполняла совсем другую роль Цель рекламы – выдвинуть продукцию А наша цель – создать интерес к этой продукции Внимание общественности Реклама может изменить имидж И я должна быть уверена, что это действительно происходит И отражает то, что было задумано Может быть, стоит создать новый имидж? Это та же продукция Но с новым имиджем Так что обратите на это внимание Ворон? Очевидно, нам нужно поработать с рекламой В отсталых регионах В основном мы пытаемся добиться... Ворон, мы говорим о названии пива Краун Пильзнер? Дело в том, Ворон, что мы хотим изменить название на Краун Голд Краун Голд должен ассоциироваться с качественным продуктом и с шикарным образом жизни Кого интересует шикарный образ жизни? То, что предложил Алекс, уже принято Единственное, что нам нужно сейчас – это рекламная поддержка Краун Голд Это будет сделано Если мы говорим о рекламе, я бы хотела узнать ваше мнение о рекламе на воздушных шарах В воздушных шарах? Мамочка моя, Ворон На соревнованиях воздушных шаров обычно привлекается внимание общественности Хорошая идея Тот великий трактор, что касается названия, никогда не догадаешься, какое Энтерпрайз? Нет Эмили Эмили? Рэймонд выслушал наше предложение и решил назвать его в честь своей жены Никогда не поверишь Что ж, на этот раз все До следующей встречи Ворон Как у тебя дела с женой? Не волнуйся насчет собрания Я все понимаю Спасибо тебе, Рот Я не хочу показаться дерзким, но если ты посмотришь вокруг, возможно, кто-то привлечет твое внимание Спасибо До свидания Пока Пока До свидания Всего хорошего Ворон Скажи мне Ты хоть познакомился с новой стратегией? Каждое собрание мне приходится говорить с Аликом и менять название на Краун Голд Я был занят этим дурацким трактором Трактором Рэймонда? Для него это важно И пришлось дополнительно поработать над этим Вы говорили, что он этого достоин Вовсе нет Я только что говорил с Дагом Молли Его не назвали ни Энтерпрайз, ни Теклер Его назвали Эмили Что? Рэймонду не понравились предложенные названия И он решил назвать его в честь своей жены Эмили Да Всякое бывает Ты уверен, что больше не хочешь? Ну тогда я больше не буду приставать Зато я хочу Сегодня пришлось много заниматься с ребенком И мы весь день находились дома Ну и что? Зато у меня есть чем заняться Глупо так проводить целый день, не так ли? Наверное, но я согласился с этим с самого начала Все зависит от тебя Ну ладно Ты поел? Маленький презент Я проходил мимо и подумал, что может быть ты не слишком занята Проходи Спасибо Привет Айвор? Я вовсе не хотел навязываться Да нет, вовсе нет Я просто укладываю ребенка спать, извини Попрощайся, Жефри Спокойной ночи Я должна была уехать в больницу Но присматривать за квартирой Может быть хочешь выпить или поесть? Нет, нет, спасибо Я просто подумал насчет того трактора И мне показалось, что тебе что-то не понравилось Наверное, остался неприятный осадок Неужели это истинная причина? Или ты следуешь совету Маклейна? Что нужно посмотреть вокруг себя? Может быть ты, как и он, будешь поджидать меня у дверей? Ты это так понимаешь? Прийти сюда, чтобы поговорить о тракторе? Неужели? Но мне показалось, что тебя это огорчило Ты бы мог позвонить? Мюрил, я должен поехать в центр, мне нужно встретиться с одним человеком Если это ради меня, то не надо никуда уезжать Но мне правда нужно уехать? Я поеду с тобой, хорошо? Продолжение следует... Продолжение следует... Он из Лондона? Байрон Карлхамм лучший режиссер Когда ты увидишь его рекламный клип И ты поймешь, что он создает тот образ, какой нужен для Бьютфрут Я бы предпочел Терри Картера Просто Терри твой любимец Терри просто в моде Он всюду, он самый крутой Но Из-за большого количества работы Его энергия иссякла Рекламные ролики Терри Годятся для какой-нибудь Пепси-колы Мне все понятно Кто же будет режиссером? Я сам буду режиссером Я уже делал рекламные клипы Но это противоречит политике компании Рот никогда не согласится Значит, нужно будет его убедить Поэтому мне нужна твоя поддержка Но такая компания, как наша, должна привлечь режиссера с именем Нет, я просто не смогу Послушай Ты хочешь руководить Весгейтом А я хочу быть режиссером Если ты поможешь мне Я помогу тебе Если ты так считаешь Я готов помочь Но сначала ты должен убедить меня Договорились Как тебе? Том Вейтс просто гений Эту песню можно слушать по сто раз И все равно не запомнишь Что скажешь? Я не слушана Что значит не слушала? Куда ты? Ухожу Куда? Не знаю Сэм Том с ребятами должны приехать С мне одного тебя достаточно Я хочу побыть одна Чем больше я делаю, тем получается хуже Может и так Сэм Видишь, я чист Я решил с этим покончено Если проблема в этом Новая продукция фирмы Виктория Это истинная романтика В темных, пастельных тонах Именно это всегда было в ваших желаниях Это продукция фирмы Виктория Так вот, это Бернт Каффман И его компания выпустила замечательные рекламные клипы Да, я согласен Этот клип очень неплохой Мы могли бы его пригласить А что если просмотреть другие работы? Может быть Терри Картера? Хорошая мысль Нам нужно подобрать режиссера до того, как запустим продукцию У меня есть предложение, которое возможно вас удивит Вы видели сценарий клипа И представляете, как я вижу этот рекламный ролик Но давайте добавим еще одно творческое звено Между идеей и ее воплощением Это звено может оказаться самым важным Каким бы маленьким оно ни оказалось И я думаю, что лучшей кандидатурой для производства рекламы Бьютфрут Является сам Айвор Мы знаем, что он снимал прежде рекламные ролики И мы могли бы посмотреть его работы в области моды и косметики Я думаю, вдвоем нам гораздо легче увидеть то, что хочет представить компания А что если пригласить Харта Николсона? Мы можем пригласить любого для дешевого рекламного клипа Но нам нужно оставаться на высоте Если мы тратим 80 тысяч Мы могли бы пригласить того, кто это заслуживает Но это не означает, что он подходит для такой работы Николсон? Да он считается лучшим режиссером в Великобритании Был Теперь он немного отстал Вы разве не помните его темную комнату? Или... Мы говорим о телевизионной рекламе, а не о художественных фильмах Мы говорим об одном из лучших режиссеров Будь то художественные фильмы или рекламные ролики Человек, который снял фильм «Барьера», несомненно талантлив Неужели вы считаете, что он не заслуживает элементарного... Он хороший режиссер для диалогов Но тем не менее, его нельзя будет пригласить Можно При всем моем уважении к вам, мы тратим много денег на эту рекламную кампанию Вам придется потратить больше, если вы хотите пригласить Николсона Если мы можем позволить себе лучшего, значит нам нужны лучшие Что касается вашей рекламы косметики, мне действительно понравилось Что ж, вы клиент? Да Мистер Николсон, вам сюда Спасибо Вот мы и приехали Надеюсь, я неплохой попутчик Нет, вовсе нет Хорошо долетели? Жаловаться не на что Первый класс, хороший сервис и еще Дилайла Лайла Замечательная Дилайла Просто удивительное существо Мы должны подождать машину Кстати, в какой гостинице у меня номер? В амбассадоре Значит, мы увидимся вечером? У вас есть мой телефон До встречи Я надеюсь В какое время? Да, я думаю, что мог бы договориться на 7.30 Я очень надеюсь на встречу Пока Приглашение на обед Будет вам самый лучший Вы просто не поверите Она дала мне неверный телефон Может быть, можно ее найти Дело в том, что я совсем не знаю эту девушку Как это получилось? Очень просто Они всегда так поступают Извините, принесите еще Меня очень заинтересовал продукт Под названием «Люминелла» Который имеет натуральную основу Нужно снять клип об этом Я лучше всего подхожу для этой работы Главное, сколько за это заплатят Когда снимаешь фильм, от этого многое зависит Но мы обсудим это, когда приступим к делу Предстоит и так много работы Но мы могли бы обсудить это сейчас Это, конечно, легко Но мы могли бы потратить целый день В дискуссиях о кинематографе Зачем это делать, когда можно посмотреть готовое? Но если нам нечего обсуждать Мы пойдем Встретимся завтра Я оставлю это для вас, мистер Брэффикс А у вас есть телефон? Не для вас Понятно 20 тысяч долларов Плюс все расходы Деньги в карман Хотите снять продукцию? Давайте гостиницу на берегу моря Продукт под названием... Бьютфрут 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 Это название нашей продукции Ваше здоровье Ишь какая Так вот, оператор мне говорит Посмотри сюда Увидишь свое счастье В кинокамере? В камере И что я увидел? В ней было полно чернил Так что никаких кенгуру я сквозь камеру не увидел бы Ну и какая разница? Никакой Они сказали, что клип получился классным Классным? Я показал им рекламный клип Но даже не мог вспомнить, что за продукция рекламировалась Они сказали, что это классно Классно Хорошо Хорошо Классно Босс уедет 8 часов Но я хотел, чтобы вы пришли в 7 часов на последний брифинг Нам нужно быть в гостинице во время ланча Джерри поедет за нами в микроавтобусе А если испортится погода, мне нужно быть в студии в четверг утром А на это понадобится больше суток Нет, нет, вот время года, все должно быть в порядке Где он? Николсон должен был прийти на собрание Он не появился, мы звонили в гостиницу Он должен быть здесь, мы из-за него собрали весь персонал Ты говорила ему о собрании, конечно Я звонила в гостиницу, он в своей комнате Он не отвечал, потому что крепко спал Невероятно Спал? Я оставил его вчера в баре Но он уже едет? Ну сейчас его пытаются разбудить Нет Что мы скажем роду? Слушай, начинай собрание, а я пойду в гостиницу И постараюсь как можно быстрее доставить его Проходите, я скоро вернусь Здравствуйте, Рот, Сейла Эшли должен был вести собрание А Николсона нет? Нет, но он обязательно будет вовремя Айвор встретился с ним в аэропорту А где он сейчас? Он сейчас в гостинице Я рассказал Сейле и Рот о том, как ты провел с ним предварительную беседу Ему понравился сценарий? Да А как он выглядит? Эксцентричен Целиком отдается работе Настоящий профессионал Давайте пройдем Доброе утро, чем могу помочь? Скажите, мистер Бартлет у себя? Да я позвоню к нему в офис Нет, не надо, не беспокойтесь Лин Привет Привет А где все? Они в зале, у них собрание Ты ищешь Рода? Мы не видели друг друга, я не смогла его предупредить о приходе Но, Пасаран, может подождешь здесь? Нет Сегодня такое хорошее утро Что ж, я рад Когда мы виделись с тобой в прошлый раз, ты обещал позвонить Я не перевариваю ревнивых мужей Правда? Почему же? Ты же знаешь Рода, он никогда не бывает дома Может быть, не стоит этого говорить? Ты не должен позволять своему здравому смыслу управлять собой Я буду ждать Алик, я в его номере Он, видимо, не понял, что находится не в Австралии Я еще не говорил с ним о деньгах Послушай, скажи, что он сейчас занимался очередным крупным фильмом в Голливуде, а мы постараемся побыстрее приехать Нам что, обязательно так быстро срываться? Быстрее, вот ваша рубашка Значит, срываться Придется собираться Я думаю, вас не удивляет, что придется платить за привлечение ведущего режиссера А в чем его новый фильм? Название фильма «Большая дорога» Он занимается этим фильмом? Значит, как зовут вашего босса? Рот Маклейн, директор по маркетингу фирмы Сандервельт Рот Маклейн, директор по маркетингу Еще нужно запомнить Али Грант И Айворкрафт Айворкрафт Продукция называется Бьютфрут Ну, это я знаю Готов? Ты же меня знаешь Простите, что заставили вас ждать Позвольте представить голливудскую звезду Я слышала, вы снимаете новый фильм? Я... Прошу прощения за опоздание К сожалению, произошла задержка самолета И сейчас мне не хотелось бы об этом Позвольте познакомить вас с нашим заказчиком Рот Маклейн, Али Грант Он говорит, что сделает этот клип Но мне что-то не верится Вы уже познакомились И теперь можете узнать друг друга поближе А сейчас от лица фирмы Сандервельт И фирмы Весгейт Я хочу тепло поприветствовать И поблагодарить нашего гостя За его согласие стать режиссером Важного рекламного клипа Может, теперь вы скажете пару слов о том Как представляете себе этот рекламный клип? С точки зрения режиссера И, возможно, у нас появятся вопросы Спасибо, Алекс Я хочу сказать, что мне очень приятно оказаться здесь И я надеюсь, что оправдаю ваше доверие Мне будет приятно поработать с вами Действительно приятно А с точки зрения режиссера? Что ж, мой подход заключается в том Что я работаю над объектом Так, как я себе это представляю Я использую атмосферу, свет, образы А потом начинаю принимать собственные решения Вы говорите обо всем Но нельзя все делать с голыми руками Свет может оказать решающее влияние Недавно я снимал один рекламный фильм Там было много планов В поверхности земли Яркий солнечный свет Всякие звери-уги Моя уверенность Именно с этого пляжа А не из конференц-зала Мы могли бы посмотреть список ваших работ Если это интересно, почему бы и нет? Краунголд Новая стратегия фирмы в рамках страны Познакомьтесь, пожалуйста Ты могла бы узнать мое мнение Прежде чем начать говорить о соревнованиях воздушных шаров Неужели нельзя построить рекламу Аперитива как-то попроще? Клиенты устраивают наше предложение Ты мне это говоришь? Это наше дело Объяснить клиенту, что хорошо для рекламы его продукта И если говорить откровенно Мы достаточно много делаем для этой компании, производящей напитки Мне, очевидно, не стоило вмешиваться Но я думала облегчить тебе работу Я хотела сказать еще кое-что В тот день, когда ты пришел ко мне домой Я вела себя слишком грубо Я прошу прощения у тебя Я виновата Извини Я не могу это прочитать Такая плохая копия, что ничего не разобрать Это ты, дорогой? Да Что-то ты рано Я ждала тебя к пяти В собрании отменили, так что я решил перейти к практическим занятиям Неплохая мысль Но это также зависит и от тебя Вообще-то я договорилась с Марги, что отвезу ее в клуб Потому что ее машина в гараже На всю ночь? Да Слушаю Алло Повесили трубку Наверное, ошиблись номером Завтрак Ты куда? Ты знаешь куда Я занимаюсь рекламным клипом Бьют Фрут Когда? Сейчас, сегодня? Съемки завтра Но туда нужно добраться, это очень далеко Это уже интересно Но ты могла хотя бы поесть Спасибо, я уже завтракала Если ты собираешься умирать с голоду, я последую за тобой Ты оставайся здесь и занимайся своими делами Это Боб Входи Ты хочешь сказать менеджер? Ты что, в теннис собрался играть? Вы нарядились Пошли, я готова Я помогу Что ты делаешь? Я случайно, серьезно Случайно? Ну, всякое бывает Ну, хватит случайностей Пошли отсюда Возьму что-нибудь Пока, Сэм Вы уже приехали? Здравствуйте Здесь очень красиво Это Айвор выбирал место Если смотреть отсюда, то видно всю долину Неплохое место Верно Сэм во втором номере А где я? В сороковом Пять часов езды в этом дурацком автобусе Ради чего? Мы думали, что вам понравится поездка Спасибо Я вижу, что вы устали Привет Хорошо доехали Ну, хоть погода хорошая Будем надеяться, что она сохранится Все подготовлено А что с Родом Маклейном? Он что, не приедет? Он приедет завтра с Эшли А ты постарайся подготовить все для отъезда назад Вы уже устроились? Нет Пока только осматриваюсь Я принесу вам копию сценария Перестань Я хочу сначала поспать Где мне тут расположиться? Комната номер четыре Это сразу за углом Хорошо Вам что-нибудь прислать в номер? Большую бутылку шотландского виски и много льда Я это устрою Мне нужно поставить генератор для создания дыма Всем привет У вас есть листы и фанеры? Нужно будет их доставить в гостиницу Во сколько съемках? Пять часов? Пять? Разве мы не рассвет снимаем? Что если начать? Не волнуйся, он придет То же самое было у Бергмана Болгард был в баре Играл пианист Он играл пьесу Время проходит Болгард сказал Сыграйте еще раз Зрители были в напряжении Они ждали момента, когда Болгард взглянет в глаза Бергману Поднимет стакан и скажет Он смотрит на тебя Вы даже не знаете, о чем я говорю Это, наверное, сцена из фильма Это фильм Касабланка Таких хороших фильмов больше не делают Даже я Что вы пьете? Я... Может, бьютфрут? Чего-нибудь холодного Патрик, мне то же самое и что-нибудь похолоднее для дамы Вы считаете, что еще не повзрослели для чего-нибудь покрепче? Вообще-то я уже не такая маленькая Я знаю Спасибо Спасибо И что делает такая красивая девушка в телевизионном рекламном клипе? Ну, у меня была работа... И оплата была хорошая Можете не объяснять Почему? Я же здесь не для того, чтобы снимать художественный фильм Надеюсь, у нас будет время узнать друг друга Если вы выбрали эту работу, значит, знали, чем мы будем заниматься Эти глаза Я бы хотел сказать что-нибудь еще Что-то, чтобы вы могли почувствовать И могли бы что-нибудь сказать в ответ Это все? Все Тогда встречаемся в пять утра Свежими и бодрыми Свежими и бодрыми Напомню, Сэм, что съемка рано утром Хорошо Привет Привет У тебя съемка в пять утра Значит, пора ложиться спать Спасибо за компанию, мистер Николсон Спокойной ночи Спокойной ночи Сэлла, ты знаешь, сколько времени уйдешь, чтобы добраться до площадки? Почему ты спрашиваешь? На это уйдет полчаса Если группа будет добираться сюда на завтрак, то масса времени будет потеряна Я об этом не подумала Кто этот смазливый американец? Это агент по найму Он привел Сэм Пусть держится от меня подальше Когда вижу агентов, у меня башка болит А может, от виски? Ты бы хотела, чтобы тебя проводил Николсон Только этого не хватало Я не знала, как от него отделаться Значит, разбудишь меня завтра в пять утра Извини, но в контракте это не написано Послушай, значит, нет смысла охранять тебя? Нет Все будет нормально Тебе надо работать с Николсоном Именно это написано в твоем контракте Спасибо за то, что ты добр ко мне Спокойной ночи Спокойной ночи Ты должна это помнить Эти поцелуи Только реши Совета спроси у своей души До свидания Песня любви звучит в сердце моем Сердца полны безумства и тепла Женщине нужен мужчина А мужчине нужен друг Но все согласятся, что слова любви Вечные слова Он смотрит на тебя, Кит Ховард Ховард Есть там кто-нибудь? В чем дело? Уже шесть часов Почему ты не разбудил меня? Почему ты не разбудил меня? Я будил, но ты продолжал спать Черт побери Мы все пропустили Здесь чудесно Вода так красиво падает вниз Благодаря этому образуется радуга Но куда они запропастились? Почему ты не сказал, что это так далеко? Чтобы у тебя не было причины отказаться Идут Давно пора Так, начинаем работать Надо изменить ракурс А что вы хотите? Попробуйте поместить все в кадр И затем камеру переставьте сюда Вы хотите, чтобы я снимал радугу отсюда? А вы так не считаете? Нет И в чем же было делом? Они спали Опять Я думаю, надо отменить съемку Солнце уже взошло И еще Нужно камеры поставить ниже Но мы же снимаем не этот ракурс Если я сказал под низким углом Значит, под низким Понятно? Почему вы не загримированы? Загримированы Это называется грим? Джеки Джеки Мы это обсуждали Должен быть естественный вид Вы что, хотите, чтобы она выглядела как привидение? Добавьте немного грима на щеки Особенно выделите глаза, хорошо? Хватит! Эта чертовщина опять не работает А где генератор ветра? Сегодня утром ветра нет Радуга Он затих Они занимаются ерундой уже 4 часа Вместо того, чтобы снимать Хорошо, давайте побыстрее Для начала все готово Харальд Спасибо И добавь вот это Может быть, радугу снять завтра? Хорошо Но сначала мы снимем Саманту Все, давайте, пошли Как вам это нравится? Не волнуйся Все будет в порядке По-моему, очень хороший кофе Рот Рот У тебя есть копия контракта, Сэм? А зачем тебе нужно? Возник спор, так что, если можешь, пойдем со мной Сейчас возьму вещи Где Айвор? Айвор Скажи ему, что он хочет снимать Сэм в обнаженном виде Да, это верно Это же ужасно Но ведь режиссер Рон О съемках в обнаженном виде никто не говорил Есть такая песня «От ноготы к свободе» И ты хочешь, чтобы это было именно так? Я не знаю, как поступить в данной ситуации У меня такое впечатление, что ты не хочешь ничего понять Нет, погоди Съемка должна идти так, как планировалось Ховард Ховард Этого нет в контракте Ховард, вы слышите, что я сказал? Я не разговариваю с агентами Сэйла Где Сэйла? Колин Нам нужно поговорить Значит, ты отправился с Филиппин в Японию, когда снимал деньгеру Как же ты не устал? Ховард, извини, у меня к тебе предложение Мы тратим много времени Шесть часов на два дубля И, кстати, как тебе известно, не по моей вине А что ты думаешь насчет страховки? Что ты хочешь сказать? Персонал работает у нас два года И я хочу сказать, если упадет камень Если имеешь дело с тупыми козлами, лучше от них избавиться Последний дубль мы делали не по сценарию Можешь продолжать в том же духе, если тебе нравится Что будешь пить? Как тебе это? Так Сэм, ты в кадре Сними лицо крупным планом Присядь, Сэм По-моему, неплохо Почему тебе не сделать еще пару дублей? Это удивляет тебя, Карфилд, я ведь не профессионал Рот, съемки были назначены на пять утра Как тебе вид? Замечательно А что мы скажем? Здравствуйте, а мне сказали, что вы начали съемку Мы... Мы начали, но столкнулись с некоторыми проблемами В частности, оператор не знает, под каким углом поставить камеру Помощник режиссера и молодой человек, с которым вы разговариваете Что вы говорите? Но мне кажется, теперь все будет в порядке Теперь все знают, что мне нужно И я это получу Я надеюсь, что теперь я буду сотрудничать со всеми, кто участвует в этой работе Я надеюсь У вас три дня на съемке, а один день уже потерян Привет А где вы были, Айвар? Вы что, занимались съемкой? Занимался страховкой Вот видите, я же говорил Кто режиссер здесь, в конце концов? Эшли, в чем дело? Просто нужно было поднять несколько дел, вот и все Для этого не нужно было брать с собой Саманту Что здесь, в конце концов, происходит? Я не понимаю, Ховард, почему вы так говорите? Мне нужна ваша гарантия, что все это прекратится Сандер Вейд вложил достаточно много денег в эту компанию И мне нужна ваша личная гарантия, Эшли, что все будет делаться как надо И будет все, что он потребует Понятно? Пойдем, я возьму вам выпить Айвар Айвар Бартлетт Привет Не зря говорят, что ты все время на работе Лу Я пытался тебе вчера дозвониться Значит, это был ты? Я надеюсь Рот уехал с Эшли Со своей Сейлой Джордан И бьют фрут Значит, ты одна? Совсем одна Что, если я заскочу к восьми часам? Или может, имеет смысл где-то встретиться? Нет Переезжай сюда Лучше восемь тридцать До встречи Машина не хочет останавливаться? Машина не хочет останавливаться? Здравствуй Это Джеффри Тот самый мальчик Здравствуй, Джеффри Здравствуй Этот ребенок Айвара? Айвар просто просил меня побыть с ним, поскольку уехал на съемки Неужели нельзя было кому-то его отдать на время? А кому? Ведет он себя очень хорошо Но ты понимаешь, что ты делаешь? Ты вечно впутываешься в подобные истории Мама, я не впутываюсь Я просто помогаю людям Джеффри, кстати, очень послушный Ответ устраивает? Вполне устраивает Ты им недоволен? Теперь мы можем заняться делом вместе Постараемся Это был такой длинный день Начиная с пяти утра Мне нужно поговорить кое с кем В каком ты номере? Роланд, я просто валюсь с ног Ну, хоть одну ночь ты мне обещаешь Я должна к этому подготовиться Обещаю Спокойной ночи Всем спокойной ночи Счастливо Если ты не понимаешь Я просто хочу защитить свою клиентку Вовсе нет Твоя работа заключается в том Чтобы все облегчать и не усложнять Но нет никаких причин Заставлять ее раздеваться Надо было сказать заранее хотя бы Разве об этом не говорили? Он что, просил тебя раздеться? А ты думала, она все придумала? Спасибо 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 Я принесла зубную щетку Сэм Сэм, можешь не волноваться Съемки назначены на пять утра Совершенно верно, Рот? Что же вы делаете здесь так поздно? Еще не поздно Послушайте, девушка Многое зависит от того, как вы выглядите А вы собираетесь всю ночь здесь сидеть? Ну, пока только десять часов Он прав, Сэм, пойдем Я не собираюсь быть для всех нянькой У вас есть телефон? Замечательно А где лед? Извини, сейчас положу Кажется, ревнивый муж устраивает проверку Как обычно Алло Да, это я, мой дорогой Как идут дела? Очень жаль В холодильнике Извини, что ты сказал? Ты не одна? Нет, это я собаки Мне кажется, Николсон выбрал неверную политику Да? А почему? Что там происходит? Я расскажу, когда вернусь Ты можешь спросить Карфилда Может, он не захочет? Род, не хочешь к нам присоединиться? Да, почему бы и нет Длинный день был сегодня Длинный для тех, кто тратит время Что ты хочешь сказать? Ты, наверное, не слышал, что снял сегодня утром Мистер Рэнфельд? Нет Тогда надо тебе рассказать Это действительно самый замечательный ресторан Я там раньше не бывала Это мой любимый ресторан Какая прелесть Мне очень нравится ваша работа Большое спасибо Я готова смотреть на эти картины каждый день Особенность учесть, что современное абстрактное искусство Мне абсолютно безразлична В таком случае мне очень жаль, что вы работаете в таком месте, как Вестгейб Учитывая, что там украшают стены Мне кажется, вы пытаетесь создать Этакий современный имидж Да, вполне возможно Я думаю, это действительно так Каждый раз я говорю об этом Уоррену Бартлету И он отвечает, что обязательно что-нибудь сделаю Но все остается как прежде К сожалению, он слишком занят, чтобы посещать выставки интерьеров Посмотрите, пожалуйста, на эту картину Она очень старая Да, она великолепна Вы знаете, я видел офисы, украшенные таким образом И просто не мог пройти мимо Такой человек, как вы, не мог ошибиться Вы не могли бы пригласить специалиста Для оформления интерьера Вестгейта Уоррен не хочет ничего менять А я всего лишь младший партнер Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы не считаете, что давая рекламу Нужно иначе привлекать внимание Люди не всегда думают одинаково Даже если живут под одной крышей Маргарет, спасибо На сегодня все Доброй ночи Доброй ночи, мэм Доброй ночи Доброй ночи, Маргарет Так как же вы работаете в Вестгейте? Ну, у нас, конечно, есть разногласия Ну, я стараюсь не мешать Ворону А он старается не мешать мне Большей частью так Мне кажется, когда люди занимаются бизнесом Должна быть единая цепь команд Если в компании два директора Это непорядок Это, конечно, не идеально Особенно, когда у компаньонов Разные взгляды Не только на искусство Но и на все остальное Как у вас в Ворону Олег, налейте еще Спасибо Рот в курсе, что ты знаешь о нем? Рот слишком занят собой Чтобы что-то знать о ком-то Я говорила, что он ревнивец Это все потому, что он эгоист Он большой эгоист Он с Айлой Ты со мной Какой-то странный брак Тебе это не нравится? Пройди левее Еще немного Хорошо Я должна что-нибудь приготовить? Да, возьми вот это Я буду здесь недалеко Вечером будут облака Завтра, возможно, не удастся снимать У нас последний шанс В чем же проблема? Солнце уже взошло Какое ощущение сегодня утром? Удовлетворение Неужели генератор дыма Не в состоянии это сделать? Мы уже пробовали Но это не подходит Радуга пропадает в тумане Значит, попросите туман подняться выше Мне нужно, чтобы был туман И мне нужно, чтобы была радуга над девушкой Солнце слишком высоко А радуга зависит от положения солнца и водяных брызг Может, вы хотите, чтобы я поднял камеру на небо? Если вы не в состоянии снять радугу наверху, тогда опустите ее вниз и с помощью оптики Этого нельзя сделать Можно сделать, снимайте, нечего мне зубы заговаривать Если вы так считаете, то снимайте сами Перестаньте Я хочу, чтобы вы уволили Мне нужно, чтобы в моем клипе была радуга Настоящая радуга Вы ее получите Вы что, считаете, что она похожа на настоящую? Вполне нормальная Нормальная и для вас, но ненормальная и для меня Мне нужна настоящая радуга Это невозможно сделать Почему? Потому что кругом облака Вчера облаков не было, разве не так? Вчера мы не могли работать из-за этой самодеятельности, которая тут крутилась Вы пришли сюда в половине седьмого А должны были прийти на час раньше В чем дело? Не кричи на него А ты помалкивай Еще одна причина, почему вы не пришли вчера, была в том, что вы решили превратить мой рекламный клип в дешевую порнушку Пьют фрукт чистый натуральный напиток, и он не имеет ничего общего с сексом Вы знакомились с сценарием? В сценарии этого нет Если вы добиваетесь, чтобы я не работал над клипом, у вас этого не получится Вам придется меня уволить, а в моем контракте вы беспокоитесь о своих деньгах, Николсон Вы вылетаете в Лондон завтра в шесть Когда придете в главный офис, получите свой чек И с кем мне говорить? Спросите у Сайлы, она доставит вам удовольствие Держите Что будем делать? Что ж По-моему, тебе это больше подходит Я думаю, надо начать снимать радугу Команда готова? Вперед Хорошо Приступим Конец 22 серии Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...